Ну что, добрый поздний уже вечер. Затянулся он у нас на самом деле сегодня. Мы начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию после второй встречи, финала Олимпет Суперлиги, среди женских команд, в которой ЦСКА обыграл Ростов-Дон, стал чемпионом и защитил свой титул. Для начала давайте поговорим с гостями сегодняшней встречи. Слово с удовольствием предоставляю Ирине Гривен-Дибировой и выслушаем ее резюме по сегодняшнему матчу и по серии в целом. Ой, сложно говорить, конечно, одни эмоции. Девочки, поздравляю. Своих девочек поздравляю за борьбу. Никто не сдавался, как просили. Пытались до конца. Спасибо нашим болельщикам большое. Приехали, поддерживали. Болельщикам ЦСКА. Спасибо большое. Я думаю, что, конечно, проигрывать тяжело и говорить тяжело, но такая наша ситуация. Я думаю, что мы делаем праздник, мы поддерживаем уровень. Девчонкам тяжело, конечно, без европейских игр, но держимся, как можем. Спасибо команде ЦСКА и всем командам России. Я считаю, что мы держимся, как можем. И все борются и не сдаются. Поэтому еще раз горжусь своей командой, что сегодня они показали, боролись. Еще раз поздравляю команду ЦСКА. Спасибо большое. Теперь послушаем голкипера клуба Ростов-Дона Анастасию Казьминовичу. Во-первых, поздравляю ЦСКА. И хочу сказать большое спасибо всем. Очень хочется большое спасибо сказать болельщикам, нашим девочкам. Просто это была хорошая игра, тяжелая, но хорошая. Спасибо. Большое спасибо. Главный тренер московского ЦСКА Ольга Сергеевна Акопян. Знаете, прям поддерживаю абсолютно Ирину Игоревну с ее словами. Тоже слова благодарности в адрес обеих команд. Конечно же, я первоначально поздравляю свою команду с золотыми медалями. Отстояли титул. Всегда говорят, что отстаивать намного сложнее. Да и тогда было непросто, если честно. Чего шлукавить. Поэтому сегодня действительно такой праздник гамбола. Трибуны ревели. Эмоции было очень много разных. Большое спасибо своей команде. Абсолютно каждому игроку. И даже кто и не играл. И все это чувствовалось, что поддержка. Тяжело, конечно, было. И выигрывали, и в конце продули. И потом... Ну, в общем, вы все сами видели. Уже даже начинается вот это вот стирание с памяти каких-то моментов. Но молодцы, что вы стояли. Молодцы, что не опустили рук. Еще раз благодарю команду Ростова за такую борьбу. Еще раз это доказывает то, что наш уровень... Соглашусь с Ириной, то, что наш уровень гамбола очень высокий. Да, мы не можем себя где-то показать сейчас на международной арене. Но я думаю, что вот с таким гамболом, с такими играми, безусловно, когда откроются границы, мы еще покажем. Так что всех... Все вместе, да. Так что всех, конечно, болельщики сегодня создавали потрясающую атмосферу с обеих сторон. Поэтому всем огромное спасибо. Только вот слова благодарности всех с окончанием сезона. Теперь с удовольствием послушаем лучшего игрока от ЦСКА в этой встрече Елену Михайличенко. Я присоединяюсь к благодарности команде Ростов-Дон. Мне кажется, что мы вместе совершили просто какое-то безумие. И сами для себя, и для болельщиков. Безумие в хорошем смысле, естественно, этого слова. За всю мою карьеру это самый сложный матч. Это был просто невероятный накал по эмоциям. Спасибо большое каждой девушке из нашей команды, из ЦСКА, потому что выстоять это безумно непросто. Спасибо каждому болельщику, кто пришел поддержать нас сегодня. И спасибо большое тренерскому штабу за то, что мы все были вместе одной семьей, и поэтому смогли добиться такого результата. Всем спасибо. Спасибо большое. Коллеги Антон, Александр, может быть, есть вопросы? Спасибо. Я тоже хочу сказать огромное спасибо и Ростов-Дону, и ЦСКА за такую игру, за такую серию. Действительно было приятно наблюдать. Сегодня даже люди далекие от гандбола, ну, скажем так, нечасто здесь бывающие, просто получили колоссальное удовольствие, поэтому это действительно так. Ну, все-таки хочется задать пару вопросов по игре. Ольга Сергеевна, сначала вам. Если позвольте, ввели за пять или за шесть минут до конца второго тайма плюс четыре или плюс пять? Мне плюс пять не было. Да. Вот 24-20 что-то такое, да? Вот что случилось? Может быть, остановились и поверили? Я поняла ваш вопрос, да. Сложно сейчас что-то вспомнить, я говорю, то, что такой матч напряженный был. Ну, возможно, да, возможно, где-то поверили, что уже можем дожать, уже немножечко где-то. Не то, что расслабились, это, наверное, не расслабление какое-то, опять же, все-таки это усталость где-то сказывается. Думаете, ну, сейчас, сейчас. Может быть, подумали, где пошатнулась психология Ростова где-то, но нет, девчонки абсолютно не собирались задаваться, они это доказали в конце, а мы где-то немножечко просели в этом моменте. Я не знаю. Также Ростов перестроил защиту на активную, и вот тут вот начались какие-то суета и сумбур. И опять же, это конец матча, когда вот эта суета на усталости, забывается сразу все, все, что готовили, причем готовились к этим моментам. Ну, естественно, на усталости оно забывается, поэтому, наверное, вот этот момент нас подкосил. Спасибо. Тоже вдогонку вам вопрос. В вашей карьере игрока тоже было немало запоминающих матчей, а вот были ли такие? Только сейчас вспоминали. Было, да, ну вот скажите нам. Было, было, конечно, было. Такие матчи по чемпионату России, и все помнят Олимпийские игры, полуфинал с Норвегией. Конечно, такие игры были. Было тоже тяжело, было. Ну, вы знаете, два овертайма я что-то вот не припомню, если честно. По одному овертайму, да, а вот два овертайма, это, конечно, предел мечтаний. Да, да, да. Спасибо. Ирина, не могу не задать вопрос. Есть ощущение, что команда сделала, ну, все, что могла? Да нет, конечно. То есть, не все сделала? Ну, до конца не выжили где-то, как игрового опыта много, а тренерского, конечно, не столько много. И сейчас, конечно, анализируешь, и надо было где-то, может быть, раньше, но вот так боролись. Как могли, могли лучше. Но, девочки, на данный момент, конечно, мы боролись против команды сильной, сыгранной, и которая тоже просто так не сдается. Работать, еще раз работать, ничего другого в жизни не происходит. Нужно всегда не сдаваться и подниматься. Как это, выигрыш? Это 10 раз поднялся, один раз выиграл. Конечно, неприятно. Болельщики, давление. Ростову всегда тяжело проигрывать. Такие традиции, и все это нелегко. Но, тем не менее, что бы не было, всем спасибо. А нам подниматься и работать. Спасибо большое. Действительно, удачи. Спасибо. Елена, и вопрос тебе, от меня заключительный. Опять выдала, ну, я считаю, супер матч. Сезон. Как обычно. Сезон, наверное, был не такой, да, ну, может быть, чуть-чуть там скомканный по разным причинам, но вот этот решающий матч был просто супер. Еще раз вопрос. Есть ли грань вообще у тебя в твоем росте? Само совершенство. Да, я всегда... Рождаются же такие люди. Я всегда говорю о том, что есть моменты, которыми я недовольна лично. Я достаточно, честно могу сказать, что я достаточно самокритичный человек. И даже сегодня, конечно, у меня у самой к себе есть вопросы. И где-то я могла забить мячи, где-то я могла лучше отыграть в защите. Но самое главное, я всегда говорю о том, что важно, сколько людей стоит за моей спиной. И я говорю про всю карьеру. И на данный момент какая колоссальная поддержка вокруг меня, вера. И это моя самая главная мотивация. Я благодарна каждому человеку, который помог мне эмоционально выдержать вот эти непростые игры. И поэтому, наверное, вот это мой залог успеха в людях, которые меня окружают. Спасибо. Спасибо. Да, Антон, спасибо большое. Я думаю, что не будем больше мучить вопросами. Большое спасибо вам, девушки, за этот сезон. ЦСКА с чемпионством. Ростов-Дон, огромное спасибо за достойную борьбу, за достойное сопротивление. Ну и хорошо отдохнуть, отпуск впереди. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.